Девайс Девчонки новости. Фейл Ход Ньюз. 20 числа фестиваль керамики в Китае прошел под звуки унитазных смывов. Этот водопад длиною 100 метров. Сколько писсуаров задействовано, я лично не знаю. Может вы запаритесь и посчитаете? А, да, кстати, сверху бежит вода. А то, зная количество китайцев, вы могли подумать, что они это, сами, ну, вы меня понимаете, да? В общем, нет. Голос. А теперь твоя очередь развлекать. Rover PC Evo X8. В октябре 2009-го Microsoft выпустила не только Windows 7, но и новую версию Windows Mobile. Она, правда, получила порядковый номер 6.5, а не 7, хотя изменений и улучшений накопилось много. Что несет нам новая мобильная винда? Изучаем на примере Rover PC Evo X8. Этот коммуникатор относится к почти бюджетным. При цене 12-13 тысяч рублей в нем имеется полный набор фич, за который, скажем, Asus запросила бы 1016, а HTC стрисла бы и все 20. Дизайн вполне типовой по нынешним временам. Что-то айфонообразное, с экраном без бортиков и на всю ширину, узенькими кнопочками, глянцевым корпусом. Пачкается, кстати, заметно. Нельзя сказать, что выглядит дорогим и стильным, но приличненько. Единственная явно бюджетная черта – экран. Матрица, конечно, дешевая, и это заметно. Цвета гуляют, как хотят, а разрешение небольшое, хотя и немаленькое – 240 на 400. Впрочем, коммуникатор не телевизор, для недорогой машинки вполне приемлемо. Возвращаемся к Windows Mobile 6.5. Главное нововведение – улучшенный интерфейс. Первое, что бросается в глаза – лента Command. В ней собраны часто используемые операции. Управляется легким движением пальца. Нажатие на флажок возле слова «Старт» открывает экран запуска приложений. Их ярлыки теперь располагаются не в квадратной сетке, а как бы в шестигранных ячейках сот. Вообще, удобство взаимодействия с интерфейсом без применения пера существенно возросло. Улучшено практически все – от интернет-эксплорер до фотогалереи. Мультимедийные файлы сконцентрированы в библиотеках. Но самое главное – система стала более шустрой и отзывчивой. Этому, конечно, способствует и процессор на 624 МГц. Но с Windows Mobile 6.1 такие же машинки временами тормозили ощутимо. Аккумулятор средний – на 1100 мАч. Кормить машинку приходится, как и любую другую, раз в пару дней при средней нагрузке и типа музыку послушать, книгу почитать. В целом достойный внимания аппарат. Может быть не во всем эстетично, зато недорого, надежно и практично. Плюс Windows Mobile 6.5. Голос, вот скажи мне честно, ты на откатах сидишь? Что? Ну, правда, тебе платят производители девайсов за то, что ты их прихваливаешь немножко. Ты что вообще? Я никогда не позволял себе подобных вещей. Слышишь? Никогда. Ну ладно, ладно, все, хорошо. Тогда я как-нибудь сам, тем более, что мне больше достанется. А что делать-то нужно? Да так, фигня. Нужно просто сказать, Мэйджин – самые быстрые компьютеры в галактике. И все, вот еще договор подписать, а потом в кассу бежать сразу. И все? Угу. Мэйджин – самые быстрые компьютеры в галактике. Удачи! Гармин, Асус, Нувифон М20. В начале этого года Гармин и Асус решили совместно заняться разработками коммуникаторов-навигаторов. Зачем это нужно было Гармин – понятно. Они много лет пытались что-то разрабатывать самостоятельно, но успеха не добились. Зачем в это дело влезал Асус – понять сложнее. Тем более, что у него есть своя отличная линейка коммуникаторов, да и навигационные разработки тоже имеются. Но вот объединились и стали делать машинки под названием Нувифон. Скажем сразу, гибрид получился странный. Отличный коммуникатор, к которому прикрутили весьма странную навигацию. Сам по себе аппарат очень ладный. Он маленький, и это выглядит свежо на фоне бесконечных клонов айфона с их габаритами под лопату. Экран не широкоформатный, не очень большой – 2,8 дюйма, с разрешением 640 на 480. Но матрица очень качественная, текст резкий, цветопередача естественная и натуральная. Стандартный голимый интерфейс Windows Mobile прикрыт фирменной оболочкой, удобной, надо сказать. Все под рукой. Конечно, управление пальцем реализовано не так ладно, как на айфон, но работает достаточно хорошо. В общем, то, что сделала Асус, во всяком случае, работает хорошо. А вот запуск карты огорчает. Во-первых, карта тормозная. Тормозить на Qualcomm MSM7200A с частотой 528 МГц – это надо уметь. Карта отрисовывается жутко неторопливо. И сама она откровенно стрёмная. Надписи различимы плохо, уровни масштаба подобраны крайне странно. Видно или слишком много, или совсем мало. Зато как коммуникатор машинка очень хороша. Маленькая, шустрая, удобная. В кармане лежит и не мешается. Надо слазить в интернет – раз, и готово. Звонки принимают уверенно, мобильную Аську тянет отлично, а что ещё надо? Камера тоже неплохая, а главное – быстрая. И самое важное – аппарат живучий. За неделю достаточно жестоких экспериментов заряжать его пришлось только один раз. Стоит ли покупать этот аппарат? Сложный вопрос, особенно учитывая не слишком адекватный ценник. Комплект поставки очень богатый. В него входят автоаксессуары, вплоть до зарядчика, три сменные задние панельки разных цветов, дополнительный аккумулятор. Но 21 тысячу эта модель однозначно не стоит. Вот тысяч за 16 можно было бы подумать. Голосище! Ведь ты же много всяких девайсов юзаешь. Очень. Так наверняка среди них встречаются и очень тупые. Может ты сегодня СТГ предложишь? С удовольствием, полюбуйтесь. На эту штуку крепится рулон туалетной бумаги, а когда ты его отматываешь, то слышишь страшный рев зомби. Так. Ну это разве и тупой гаджет? Тебе еще учиться и учиться. Это максимум на тройку тянет. Давай, правильный ты наш, свой правильный обзор. Apple iPod Touch. Новое поколение iPod Touch уже третье. Этой осенью Apple обновила модельный ряд плееров и одной из самых интересных новинок стал именно он. Что можно было улучшить в iPod Touch? Серьезных изменений, вроде появления камеры, как у iPod Nano, в iPod Touch нет. Но он стал лучше, удобнее, более шустрым и комфортабельным. Внешне он мало отличается от iPod Touch второго поколения. Роскошный 3,5-дюймовый сенсорный экран с разрешением 480 на 320 пикселей. Классический дизайн. Список совместимых форматов музыки пополнился форматом iTunes LP, где кроме аудиотреков сохраняются видео, тексты песен и аннотации к альбому. Улучшены функции гения, который подбирает композиции. Тут, правда, надо заметить, что новый алгоритм рекомендаций треков нравится не всем. В интернете полно критики. Впрочем, это дело вкуса и привычки. Еще одна фича – Genius Mix. Так же, как в Genius, можно создавать собственные списки воспроизведения, но так же можно организовывать свою музыку по жанрам. При помощи этой функции фолк-песни будут собраны в одной группе, так же, как джаз или хард-рок в другой. Батарея iPod Touch может проработать 30 часов при воспроизведении аудио и 6 часов при воспроизведении видео. А вот сам аккумулятор так и остался несменным. Увы. Но главное – игры. Apple сделала на них главную ставку, улучшив железо и добавив 64-гигабайтной модели средства для работы с трехмерной графикой. Стандарт OpenGL и S2.0. На сайте так и написано – «Отличная игровая консоль». В App Store игрушек довольно много, есть из чего выбрать. Покупать можно прямо с машинки, благо браузер в iPod Touch третьего поколения тоже существенно улучшился. Вот разве что флеш показывать так и не научился. Сравнивать Apple iPod Touch с другими плеерами бессмысленно. Это уже не просто плеер. Это далеко не только плеер. Фанаты Apple, несомненно, будут в восторге. А может быть и некоторые противники яблочной продукции изменят свое негативное мнение. Уже на следующей неделе мы будем разыгрывать вот эту материнку. Будьте готовы. А сразу после разыграем Xbox. Если вдруг наткнетесь на достойную фейл-новость, присылайте к нам на почту. И помните, с вами был инспектор Гаджет. Я докопаюсь до правды. Чмаки! Пока-пока! Подпишите контракт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok